Владыка Стефан, спасибо, что нашли время приехать в студию на Пушкина 8 в эти жаркие по-настоящему дни, в первую очередь для вас, для зрителей. Объясню почему. Не только большие православные праздники. 3 января день рождения, 4 января день пострига, впереди 9 января день вашего ангела. Как все успеваете? Вы знаете, все это время проходит в служении литургии почти каждый день. Но и не только эти даты, есть еще даты другие. В январе у меня, 14 января у меня день хиротонии в Диаконский сан, а 30 января у меня еще и день хиротонии в Епископский сан. Поэтому январь очень наполнен такими личными датами, которые, конечно, всегда делятся с своими близкими, с православными, которые приходят в народ Божий в храм, чтобы вместе помолиться в эти даты. Рождество Христово. А что для вас этот светлый праздник? Вы знаете, к этому дню готовишься, особо как-то готовишься. Особо это, мне кажется, праздник такой касается семейной, праздник детей. Ну и мысленно, если ты был хоть раз в Святой Земле, на Святой Земле, был в Вифлееме, то мысленно ты всегда там, у этой пещеры, у звезды. И просишь Богомладенца, чтобы Господь своим пришествием, мир, когда он пришел 2000 лет назад, и сегодня, повторяемый из года в год его день рождения, мы просим, чтобы Господь мир этот даровал нам сегодня, людям, которые живут в таком стремительном потоке жизни, чтобы ангелы, которые пели пастухам свою песнь, слава Вышнюю Богу, и на земле мир, а в людях благоволение, чтобы эти слова и к нам относились, чтобы этот мир наш духовный был в наших сердцах. Интересно, а о чем в эти светлые праздничные дни думает и молится Владыка? Как проходит, если не секрет, Рождество у вас? Ну, во-первых, что подготовка идет. Подготовка – это духовная, в первую очередь, настроить себя к этому празднику, настроить окружающих, приходящих в храмы Божии, чтобы люди достойно встретили праздник Рождества, чтобы каждый имел возможность покаяться в своих грехах, приобщиться к святых Христовых тайн тела и крови Господней. Новогодние рождественские праздники, череда благотворительных мероприятий, акций, проектов. В эти дни люди становятся чуть добрее, или же это такая хорошая традиция славянского народа? Вы знаете, наверное, человек, делая добро, сам становится добрее. И надо вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что если нет любви в твоем сердце, так даже если ты примешь мученичество, то это ничего, как медь звенящая. А апостол Яков нам говорит еще, что вера без добрых дел мертва есть. И поэтому христианин особо у праздники должен стремиться делать это добро, чтобы вера наша подтверждалась благими нашими добрыми делами. А еще говорят, для того, чтобы поверить в добро, нужно начать делать его. Я знаю, что большое количество добрых дел и акций благотворительных проводит в эти дни гумельская епархия. Обо всем рассказать, наверное, эфира не хватит. А вот что бы главное выделили? Хочется, наверное, отметить те акции, которые проходят в детских домах, в домах престарелых. Это проходит по всей нашей гумельской епархии. Хочется отметить наши новогодние архиерейские елки, которые проходят в кукольном театре. Вот сейчас у нас проходит акция с престарелыми людьми. Наши друзья из Германии приехали, и мы совместно проводим эту прекрасную акцию. То есть обхватить все слои населения. Вы знаете, я даже сегодня получил письмо одно, где мальчик просит купить ему ортопедическую обувь. Я сразу же отписал. Купить немедленно. То есть и в епархии есть свой Дед Мороз. Да, да, фактически, да. Владыка Стефан, а вот что в духовном плане получает человек, делающий добро? Это возрастание души человека. Но если нет добрых дел, если человек никому ничего не делает добро, а только живет ради себя, вот такого человека эгоиста называют в миру, так? То есть жить ради ближнего. Вот задача человека, задача христианина. Не ради себя, не ради своей выгоды и наживы какой-то, а жить ради ближнего, чтобы сделать ближнему добро. А когда ты делаешь добро, не ждешь, что тебе будут то же самое. Господь всегда будет рядом с тобой, будет тебе помогать в жизни. С праздником, Владыка Стефан. Благодарю за этот интересный и где-то философский разговор. До новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Спасибо. Спасибо.